Безусловно, этот матч на данный момент, наверное, самый важный для нас. Потому что нам нужно пройти квалификацию. Тут даже не поспорили. Такой вопрос. По игре со Спартаком, по его первой игре после возвращения. Что, на его взгляд, получилось у него, а что не совсем по этой игре? Да, у него матч по Спартаку. Как вы можете спросить, что вы успели сделать? Может быть, у вас не успели сделать это, или у вас? Ну, я думаю, что я учился в матч, и я учился, чтобы получить больше чем-то. Я думаю, что это нормальный, это нормальный, что я делал. Так что мне не было комбонизировать, чтобы не было об этом. Но я в целом оцениваю этот матч, ну, считаю, что я его сыграл нормально. Безусловно, что еще нужно время, может быть, чтобы прибавить. И более, скажем, полезным, интересным. Но в целом я оцениваю свою первую игру достаточно хорошо. Ну, вот такой вопрос. Он не задумывался, да? Все-таки это аренда. Что будет дальше? И если будет еще вариант зарубежного клуба, вы будете его рассматривать? Да, он так тратил. И ты не думаешь, что в будущем, что может быть, это будет? В этой неделе, может быть, у вас есть еще одна группа, которая будет предложить. Ты не хочешь partir из другой группы? Ну, я думаю, что я не хочу. Я думаю, что это было очень сложно. Это было очень сложно. Ну, сейчас об этом вообще, наверное, нет смысла говорить. Потому что на данный момент, если исходить из логики, я принадлежу Ромену. Она мне отдали в аренду в ЦСКА. Моя цель, у меня есть сегодня цель. Основная цель – это привести пользу в ЦСКА. Ну и последний вопрос. Я делал некий стенд. Меня лично. Вот чемпионат набирает хост, сейчас ЦСКА единоличный лидер. Кто конкурент, «Зенит» или все-таки кто-то еще? Ну да, ну, он и премьер, ментан. В общем, пернатолистики. Кто конкурент «Зенит» или у него есть еще один ликвид, а парсиат? Я думаю, что «Зенит» всегда был наш конкурент. И потом, в принципе, «Спартак». Продолжение следует...